всех приветствую продолжаю играться еще генератор не цеплял решил просто покажки в дел ну дай-ка еще поиграюсь идейка появилась еще 12 микрофарад цепил на землю за сотню не прыгает в общем 35 62 где-то 60 с копейками это уже максимум в основном вот в районе 30 вниз потом чуть-чуть вверх потом опять вниз опять вниз и вот опять в районе 30 60 но такие прыжки до 60 примерно и куда ниже до 7 там ватт потребление ну это я только один конденсатор подцепил а у меня их еще много и разные вот одного микрофарада до не помню скольки там 30 что ли ну плюс еще способом набора можно целую кучу нацепляет буду играться дальше посмотрим с землей что у нас получится я специально заморочился землю щитка сюда проводил дело в том что система тут старая и как бы в резетках земли нету но позже видать на них наехали или как они провели все-таки ноль и сделали на электроплиты потому что электроплита сильно излучает если без заземления и в общем то где то есть земля где-то нету земли такая фишка поэтому я заморочился и прям щитка тащил сюда вот это вот землю а не ноль зимой говорю иногда но в принципе это одно и то же но точнее сказать заземление сейчас буду дальше играться пока не прицепил ничего вот подцепил на землю 16 микрофарад и уже показания более стабильные в районе 20 ватт потребления он от 3 ватта падает чем-нибудь чуть-чуть притормозить попробовать сейчас я попробую чем-нибудь нагрузочку сделать ну сразу скажу большую нагрузку я не дам вот так на подъем его сделаю чуть-чуть по шкилу и посмотрим что будет ну с нагрузкой 130 ватт это конечно нифига совсем моталок задымился ну ладно будем дальше пробовать так что новенького обнаружил во первых он сейчас выключены гул надеюсь это будет слышно сейчас поближе как нибудь во вторых земля и вторая партия обмоток на 3000 оборотов подключены он запускается теперь без пусковых таким вот как бы заторможенная немного но вот то что раз и запустился интересного кинула в общем тут я так понимаю землей надо долго и много играться ну поиграемся еще одно небольшое понижение потребление добавил еще 16 микрофарад вот земли уже на эту на 30 на полторы тысячи обмотку так на ту я еще не пробовал на среднюю попробовал лёха на эту крайнюю улучшилась уменьшилась потребление еще сейчас уже совсем устаканилось в районе 20 то было в районе 30 теперь в районе 20 мотор 2 и 4 киловатта 2 и 4 3 киловатта в общем у него две скорости поэтому одной скорости 2 и 4 я так подрезерваю на полторы тысячи а на три тысячи три киловатта да да на холостых конечно но все равно такая бандура на 20 ваттах как бы прикольно размеры его ну как он не сильно большой ну такой тяжеленький не знаю килограмм в районе 30 35 ну с валом 36 до сантиметров в длину диаметре с ребрами 20 сантиметров ну очень большой ну вот моя рука вот мотор сориентироваться сколько моих рук в общем небольшой мотор но на 3 киловатта и довольно мощный причем он советский я уже говорил по моему где-то тут написано вон на русском даже что-то троян чё-то лдв осин в общем то почти ничего не написано только троян можно прочитать четко по-русски так и чё эльпром троян как-то да ну в общем устаканилась в районе 20 ватт потребления это уже прикольно ну все равно теперь надо сделать нагрузку и небольшую стабильную постоянную нагрузку это вот хорошо допустим маленький генератор прицеплю сюда 12 вольтовую лампочку чтобы постоянно одна и та же нагрузка и потом уже продолжу играться землей и так далее можно посмотреть надо посмотреть чего можно вообще добиться с этим мотором на холостых 20 ватт честно говоря это какой каких размеров должен быть моторчик чтобы он работал 20 ватт думаю маленький совсем этот как я сказал без вала возьмем без вала так 30 сантиметров без вала поехали дальше будем крепить не могу понять почему он гудит как трансформатор сейчас проверил напряжение на нем нет ничего все пусто а он будет реально сейчас как трансформатор там один в один потом попробую прибавить может получится услышать если я сейчас выключу его полностью с розетки этот гул трансформаторный пропадает упси тишина включаю и снова гул трансформатора но напряжение на нем нету надо проверить еще по стоянку сейчас по стоянку проверю интересно может стоянка есть хотя откуда может быть постоянка вообще ничего не может быть по идее не могу ничего землей тоже ничего нигде ничего все пусто хоть по стоянка ну-ка поставлю поменьше вольтаж на 20 блин заколебал этот мультиметр никогда не его разобрать а включить не хочет ты мне 10 вольт показываешь 9 вольт мне показывает откуда да нету тут ничего работает сейчас как трансформатор будет так но это тоже у меня гонит уже давно гонит хотя он так когда делаешь на обмотке вот и поставим стабилизируется 48 вольт а на другие 34 на следующие стой не попал 2 и 6 следующие 2 и 4 ну какое-то напряжение присутствует небольшое сейчас еще принесу тот мультиметр все-таки здоровый который мысли живой не больной им проверяем это тоже вроде вот у него такое тоже происходит ничего на водке сейчас показывает или чё такая фигня какие-то вот наверно на водке показывает какие-то тут соты или чего он там показывает не хотя запятая после цифр стоит сейчас понятно 475 вот сейчас непонятно на постоянке тоже что-то там у него прыгает скачет ну вот постоянка тут 0 0 1 она так принес этот мультиметр ну вот это наводки так называемые скачет тут уже понять не все после 0 0 , и потом уже единички там какие-то тысячные есть теперь мы цепляем на все правильно 47 там напряжение в данный момент хотя он не включены все идет через конденсатор и следующее сюда зацепим на средние два с половиной и на крайние 2 и 1 если вот так скажем то 9 вольт а вот так средние крайние 6 вольт а вот на одной 9 вольт через одну 47 в общем максимум 9 вольт напряжение есть поэтому он будет как трансформатор не мог понять вам будет как трансформатор теперь понятно сейчас еще хочу попробовать сюда трансформатор раз уж я вспомнил трансформатор значит надо на землю прицепить трансформатора потом уже буду играться с моторчиком пока моторчик отложим да с трансформатором уже веселее давайте посмотрим 2 ватта потребления 1 ватт потребления 26 1 2 1 2 1 0 ну один можно сказать там было 0 сколько-то так насколько я уже понизил с 200 ватт почти до 0 прикольно там меня вот частенько пишут иди учи физику но я думаю такие люди пишут обычно кто сами физики ни хрена не знают но я честно не учил физику я вот сейчас этими занимаюсь я ее учу практически это гораздо интереснее до одного вата довести это результат не нравится плюс у меня 20 ваттная лампочка светит не забывайте это лампочка 20 ватт это лампочка 20 ватт а на ваттметре почти 0 ну 2 грубо скажем кому надо идти физику учить ну конечно же мне ладно поехали дальше этот трансформатор один есть еще сейчас побольше один совсем такой здоровенький вот он стоит огромненький такой сейчас мы еще через него попробуем через трансформатор он еще будет сильнее стал так это наводки ноль сколько-то ну да напряжение добавилось 14 половиной другие 9 12 половиной тут 4 с половиной тут 16 половиной такие вот результаты теперь мы попробуем следующий трансформатор по всей видимости трансформатором не повезло тот трансформатор не хочет так работать он немного больше выдает в районе 20 вольт а этот вот в районе 1 ватт 20 ватт и 1 ватт в 20 раз ну вообще если посчитать что он изначально 200 ватт потребляет на холостых ну почти в 200 раз да ну теперь думаю пора и мотор крепить сейчас я его сюда прибабахаю и посмотрю ну вот результаты такие замерил я на лампочки на выход 8 вольт лампочка на 55 ватт неполный накал к сожалению ампераж надо проверить так тут 75 максимум 0 прыгает максимум 0 прыгает 83 опять до 5 сваливается до двоечки и плюс здесь еще у меня 20 ватт идет вот так получается мне надо как-то попробовать ампераж померить на лампочку 8 вольт это понятно я конечно не показать могу сейчас попробую одной рукой почти 8 7,98 7,98 теперь интересно посмотреть ну это из разряда почти победил очень близко был но не хватило чуть-чуть тут почти 32 ватта получается плюс там 20 ватт ну грубо скажем 50 ватт тут у меня как измерить представления не имею то 86 то 2 ватта то 50 то 30 и 40 вот такая чехарда идет так не видно наверное сейчас подсвечу вода вот так 6 79 80 50 38 не успеваю так быстро все скачет и до 0 вот и в ноль попрыгает и сколько сейчас потребляет это надо только через счетчик смотреть по другому вариантов я не вижу ватт метр с этим не справляется с этой задачей а с счетчиком конечно это долго и нудно конечно можно попробовать почему бы и нет тем более вот он у меня тут стоит специально тестовый запустила через счетчик не знаю что происходит но он прыгает до почти 300 ватт потом прыгает на 10 ватт и вот так потом опять стоит 290 счетчик крутит лампочка раз светит лампочка два светит в общем то включаю напрямую вот метр опять показывает как и было там в районе двух-трех ватт через счетчик вот такая вот фигня двести девяносто потом сваливается до десятки до одиннадцати потом опять возвращается ну сейчас я по счетчику посмотрю сколько он будет кушать примерно тут на нем точно тоже измерить сложновато за счет время ну посмотрю когда выползет 100 ватт единичка ну появилась уже на поле было по нолям потихоньку выдвигается посмотрим пока он крутит может кому интересно обороты посмотреть 1490 да на моторе стоит 1440 и 2890 да 890 ну у меня такое впечатление что он сейчас правда больше показывает 2 метра скоро уже единичка полностью вылезет времени еще фигня прошла что потом 10 минут на 6 умножить ну в принципе 10 минут уже прошло как бы сотни еще нету ноль был как раз напротив того ноля то есть с тем нолем должна единица сравняться но опять же это приблизительно на нем включить на ваттметре но если он так врет то он может и там врать понятно подожду примерные результаты все равно будет кажется я понимаю что происходит все таки ваттметр правду показывает а счетчик у нас врет счетчик не рассчитан на то чтобы обратно электричество поступало а ваттметр это показывает поэтому такие прыжки там происходят серьезные поэтому счетчик грамотно сделан так чтобы считать с вас все правильно да где то примерно сейчас единица к нолю подходит это примерно будет 20 минут скорее всего 20 минут он подходит и единица как раз подходит к нолю потому как раз где то около 300 ватт то что он сейчас показывает но это за туфта полная он же не показывает у нас получается счетчик не дает нам в обратку работать лучше он все весь прикол а вот метр когда в обратку идет он видать показывает поэтому он так сильно прыгает и очень низко часто потому что он не успевает в общем если я напрямую буду работать получается да я меньше буду потреблять но если через счетчик счетчик все равно нам выдаст то что им выгодно это реально так и есть все понятно сейчас еще раз запущу хотя смысл какой запускать я же уже выключил уже там почти единица почти сравнялась на лёме уже почти 20 минут прошло ну как-то так понятно все чем тут прикол счетчиками этими тут надо счетчик чтобы в обратку работал мотор не греется вот он почти 20 минут проработал совсем по нолям да еще плюс у меня же тут теплоотдача серьезно эти лампочки греются ой ой до сих пор он горячая ну как-то так как-то так скорее всего то что мы тут имеем вот это вот правильно показывает а вот это вот уже брешет потому что он в обратку то не берет электричество тут насколько я понимаю он вся эта система он получается еще генерирует на себя много получается выбросы обратно идут вот поэтому он так мало показывает в принципе вот сейчас я его еще раз включу где-то что-то замкнуло у меня ее парасете прямо аж неприятно когда так коротит из нагрузки сам запускается с нагрузкой через раз один раз запустится другой раз нет не фонарик ну поэтому такие прыжки происходят ваттметр скорее всего понимает что идет электричество обратно поэтому он бам туда чуть ли не до ноля иногда ну в смысле иногда почти до ноля сбрасывает а вот этот хитрый жук он в обратку ничего не делает только вперед мотает 4 вата 34 28 7 единица 50 единица 30 вот 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 у него генерация сейчас идет в обратку это как бы мне понятно еще вот с этой дополнительной вот землей с трансформатором с этим все эти конденсаторы то что я тут нацеплял все у нас немножко в обратку идет ну ладно все равно результаты неплохие я считаю как бы к сожалению надо с счетчиками бороться эти счетчики хитрые они индукционные у меня как кстати почему такой счетчик сюда и притащил у меня вот в доме до сих пор стоят такие счетчики попробовала с ним тут поколдовать нифига эти хитрые те казах в казахстане которые были те были глупее те я обманывал только так в общем я там подключал дополнительную землю и у меня под любой нагрузкой он крутился как скажем от лампочки примерно 40-30 ватт при любых набросках хоть два хоть три киловатта я цеплял без разницы с этим такая фишка не проходит пробовал я тут сватметром сватметром кстати эта фишка тоже проходит я пробовал как-то сватметром через землю и бам сижу такой ура ноль победил все побежал на счетчик смотреть афиг вам а счетчик зараза крутит вот такая вот ерунда у него через индукцию поэтому будем искать другие варианты ладно на этом пожалуй все сегодня поигрался неплохо какие-то результаты интересные есть они мне довольно нравятся в общем то результат вы видели там иногда почти ноль показывает очень часто там 20 ватт 30 ватт для такого мотора и как бы все неплохо интересно ну самозапиток конечно тут нереально получить хотя когда-то я пробовал с автомобильным генератором я понимаю что это возможно к сожалению у меня каких-то знаний не хватает да по электрооборудованию допустим александр шаль тёжка там тоже в германии живет он когда-то делал там катушки интересные надо ему позвонить спросить у него может он мне вышлет эти катушки интересные я что-то пробовал мотать не получилось потом у него канал улетел и те видео остались на том канале поэтому я и не помню теперь даже как он их мотал еще раз попробовать но дело в том что у него там ампераж был очень высокий и сопротивления почти не было вот тут как раз эта система была бы очень интересна дело в том что с автомобильным генератором даже я пробовал который упирается ой 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 как и тут у меня моторчик есть на 400 ватт очень сильненький такой на 3000 оборотов и небольшой у меня был такой этот преобразователь по стоянке на переменку в общем то я его запустил какое-то время он у меня в общем то ноле оставался в общем да было на аккумуляторе 12 вольт и вот так он 12 держал какое-то время ну потом преобразователь дохленький сдох и все аккумулятор начал потихоньку садиться но вот тут если катушки александра попробовать и на зарядку а потом с него с хорошим преобразователем брать это я думаю реально ну правда отдача там я не думаю что какая-нибудь будет ну честно говоря даже если на одном моторе иметь 300 ватт это уже неплохо вот допустим у меня этот обогреватель я его так и не доделал когда-то ну по крайней мере если вдруг у меня вот им пользовался там у него один из горел с этими проводами как они там называются то я забыл уже он как раз потребляет 300 ватт если его еще доделать как я хотел там еще металлические металлические сетки по обе стороны сделать тогда у него теплоотдачи еще больше будет и в принципе уже на один обогреватель есть ну как то так в общем то выводы следующие погонял я еще тут какое то время понаблюдал за потреблением прыгает он чуть-чуть на 85-86 но большее время он прибывает все-таки 3 ватта 20 ватт там на минимуме или примерно то же самое но больше в минимуме выводы такие в общем то что у меня работает вот этот мотор как трансформатор будет работает мотор довольно мощный лампочка светится крутится генератор еще одна лампочка тут теплоотдача плюс где-то 30-31 ватт здесь 20 ватт в районе 50-52 ватт и то что там прыгает в общем то получается у меня потребление практически нулевое но вот эта системная хрень этого не показывает она мне считает как 280 ватт единственный вариант это надо счетчик просить чтобы счетчик мне поставили который считает в обе стороны только тогда вот это вот потребление будет реальным и то есть если здесь еще ногу производительность повысить допустим как с катушками Александра Шаля то вы понимаете можно результатов каких-то добиться допустим пускай там 300 ватт скажем неважно сколько будет 200 даже ватт но факт то что уже можно что-то иметь единственное счетчиком надо разбираться потому что вот эта мутотень она считает не в нашу сторону тот вот видит ваттметр то что я тут делаю допустим то что идут всплески и обратно идут выбросы этот не видит этого ну вот такие вот выводы у меня причем ваттметр я этим уже давно пользуюсь я его много где проверял не знаю почему я сказал наверное он врет я же прекрасно знаю что он не врет я уже довольно давно им пользуюсь один был у меня до него тот немножко прибрехивал чуть-чуть совсем но чуть-чуть брехал а этот довольно точный ну вот такие вот выводы у меня на этом пожалуй все всем удачи счастья здоровья пока